Пострадавшие от паводка жители Заполярного района начнут получать компенсационные выплаты на следующей неделе. Об этом в ходе планёрки при главе региона рассказала глава районной администрации Надежда Михайлова. От жителей Великовисочного сельсовета, которые пострадали в результате паводка, в администрацию Заполярного района поступило 195 обращений. Напомню, в этом году в муниципалитете был введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за большой воды подтопленными оказались более 290 придомовых территорий и порядка 250 жилых домов в Виске, Тош, Виске, Щелино и Лабышском. До конца недели постараемся отработать, чтобы в последующей неделе начать производить выплаты людям. У Оксина пока нет, но разговаривали с главой, что до конца недели чай документы уже напали. Как поступать, сразу будем опровадывать. Как отметил в Рио губернатор Нейнского округа Юрий Бездудный, важно довести деньги до пострадавших от паводка в оперативном порядке. Понятно, они хотят на эти деньги закупить материалы и сделать какие-то ремонтные работы. Погода устанавливается в середине недели хорошая. И, к большому сожалению, климат у нас такой, что такая погода редкость. Поэтому, как только деньги поступают, перечисляйте их людям. Напомню, для жителей сельских поселений, чье жилье пострадало от паводка, при подтоплении жилого помещения ниже уровня черного пола, компенсация составит 10 тысяч рублей. На уровне между черновым и основным полом 20 тысяч рублей. Выше уровня основного пола 30 тысяч. В случае, если жилье полностью или частично обрушилось в результате паводка, выплата составит 50 тысяч рублей.